Добрый день дорогие друзья! Вы смотрите Саркиз Блог на канале YouTube. Я Саркиз Асатриан. В преддверии праздника всегда человек нуждается каких-то дельных советов. И я решил сегодня вам преподнести 10 заповедей от меня, от Саркиза Асатриана, в праздничные дни. Чего не стоит делать и чего нужно остерегаться. Во-первых, я думаю, что многие из нас в праздничные дни едут за город. На дачи, за город погулять и так далее. Но любая поездка за городом, естественно, не обходится без шашлыков. И многие из нас, наверное, не имеют столько времени для того, чтобы прикупить качественное мясо, замариновать и так далее. И идут прямо в магазин. Так вот, первое заповедение. Я хочу остерегить всех. Ни в коем разе не покупайте полуфабрикаты, особенно в таких торговых сетях, как, например, Ашан, Рамстор, Магнолия, Пятерочка, Перекресток и Копейка. Почему? Потому что эти магазины очень, конечно, славятся тем, что они любят такое прогнившее или такое мясо с тушком, с запашком. Они перерабатывают с хлоркой, с другими химическими веществами для того, чтобы придать хороший такой торговый вид и продают в магазинах. И чтобы не испортить праздничные дни, я остерегаю вас и говорю, что не надо покупать ни в коей мере эти полуфабрикаты. Второе. В парках отдыха, в разных местах есть аттракционы. Так вот, я хочу остереть, что все эти розыгрыши и призы, особенно вот тир и так далее, эти аттракционы, они полная фальшивка. Почему? Потому что даже чемпион по спортивной стрельбе не может попасть в эту десятку, поэтому второе, я остерегаю, не надо идти на поводу этих мошенников и не покупать такие билеты на розыгрыши. Третье. Конечно, хочу остеречь всех любителей ночной жизни, не покупайте коктейли в ночных клубах. Почему? Потому что коктейли в основном они сделаны из каких-то непонятных ингредиентов, а сами они стоят намного дороже, чем с любой доброкачественной виски или коньяк. И поэтому, остерегаю, не покупайте эти коктейли, особенно в праздничные дни. Четвертое. Заказывая такси, либо, когда вы ловите такси, особенно частник, всегда при себе имейте ровно такую сумму, сколько вы договариваетесь и должны дать. Почему? Потому что таксисты имеют такое свойство, особенно частники, когда довозят от пункта А до пункта Б, пункта назначения, они в конце говорят, что у них сдачи нету, и приходится вот эту крупненькую купюру оставить им. И поэтому всегда заранее узнавайте, есть ли у них сдачи. Во-первых. Во-вторых, даже если они, когда говорят, что у них есть сдачи, проверьте, пожалуйста. Лучше, конечно, иметь вот эту сумму, которую вы рассчитываете дать на такси. Пятая заповедь. Это горящие турпутевки, горящие поездки и так далее, там подобно. Никому не покупайте. Почему? Потому что, ну, во-первых, доверять сотням или тысячам российским туропедам, туроператорам, и так уже не стоит. Почему? Потому что они доказали свою недееспособность. Ну, за исключением некоторых крупных авторитетных туроператоров. А во-вторых, праздничные дни, именно горящие путевки, они становятся не только горящими путевками, но еще горящими в прямом смысле слова. Любой человек может просто туда поехать и не вернуться по тому простой причине, что не будет оплачен обратный перелет или не будет оплачен на гостинице или еда. Шестое. Вот я хотел бы остеречь всех людей, которые любят массовое место скопления. Остерегайтесь праздничные дни карманников. Почему? Потому что они любят места массового скопления. И еще, и же с ними, недобросовестных полицейских вымогателей. Почему? Потому что ряд полицейских в праздничные дни просто выходит на охоту. На охоту не на преступников, а на охоту обычных доверчивых людей, где якобы под предлогом того, что человек похож на какого-то преступника, либо проверяет регистрацию и так далее и тому подобное, просто вымогают у вас деньги. И поэтому я приравниваю вот этих вымогателей недобросовестных полицейских и еще карманников. Почему? Потому что они оба выходят с одной и той же мыслью, для того, чтобы прикарманить ваши же средства, ваши же деньги. Хотел бы остеречь всех любителей выпивки, особенно не покупать алкоголь в дешевых или среднего класса ночных клубах. Почему? Потому что в основном они алкоголь приобретают некачественно. Мягко говоря, этот алкоголь может быть разлито там, не знаю, в мытищах каких-то, в ванных комнатах и так далее и тому подобное. Так что если вы хотите просто с хорошим настроением пойти в клуб, уже покупайте в нормальных, хороших магазинах алкоголь, а потом идите в клубы. Восьмое. Ни в коей мере не верьте всяким праздничным скидкам, особенно скидкам, то что касается магазинов одежды, магазинов, парфюмерных магазинов. Почему? Потому что, во-первых, что касается одежды, да, эти скидки как они складываются? Во-первых, ту же одежду, они повышаются на 300-400%, а потом объявляют скидку на 50%, и мы покупаем в 2 дорого или в 3 дорого, эту же одежду. Это во-первых. Во-вторых, та же одежда в лучшем случае может быть позапрошлогодняя, то есть она не в тренде, не модная и так далее и тому подобное. Что касается парфюмерии, либо она непригодна для использования, потому что срок годности уже истек, либо она подделка. Во многих даже ведущих парфюмерных сетях сегодня продают явную подделку. И Роспотребнадзор и другие контролирующие органы просто либо закрывают глаза, либо просто открывают свои карманы, а потом закрывают свои глаза, потому что допускают такую фальшивку. Девятое. Хотел бы посоветовать всем любителям культуры, значит, в праздничные дни не посещать балет, оперу, театры. Почему? Потому что все актеры такие же люди, как и мы, а в праздничные дни актеры, особенно актеры, любят, конечно, выпить. И с утра уже с бадуна, с похмелья, у них голова болит, и днем или вечером, когда должны выйти на работу, на сцену, конечно, выполняют свою же работу очень некачественно. И поэтому праздничные дни не надо посещать ни театр, ни опера, ни балет. И десятое. Хотел бы посоветовать всем активным пользователям интернета, социальных сетей, поменьше бывайте в праздничные дни в социальных сетях, побольше, конечно, общайтесь с родными, если у вас они есть и любите вы их, и побольше общайтесь с любимыми людьми в праздничные дни. Но если вы уж решили в социальные сети заходить, то обязательно подписывайтесь на мой твиттер-аккаунт, где вот сейчас написано Саркиса Сатриан, на мой инстаграм, и подписывайтесь на данный канал Саркиса Блог на ютюбе. Желаю вам всем хорошо провести все праздничные дни. До скорой встречи. До свидания.